Недавнее интервью Алексея Серебрякова Юрию Дудю получило огромные резонансы за данного актером определения русской ментальности. Зайпсету разговор вышел на канале в Дудь и уже за первые часы набрала свыше одного миллиона просмотров. «Национальной идеей является сила, наглость и хамство», сказал актер. Пока все ужасались этими словами, забыли о том, о чем еще он рассказал в беседе. В частности, о работе, сумме заработка, переезде в Канаду, проблемах российского кинематографа, близких людях и усыновленных детях. У Серебрякова трое детей, удочеренная дочь супруги Марии от первого брака и два мальчика Степан и Даниил, взятые из детских домов. Мне нужно было дать им максимально большое количество конкурентных преимуществ. Где они будут жить, я не знаю. Может быть, Даня женится на бразильянке, а Степа женится на испанке. Я знаю, что они открыты, свободны и свободно говорят по-английски, наверное, выучат еще не один язык. Они доброжелательны, терпимы, с уважением относятся к чужому человеческому достоинству. При этом они русские мальчишки, сказал Серебряков. Раньше актер старался обходить эту тему стороной в своих интервью, но у Юрия Дудя сделал исключение. «Я с ужасом думаю о том, когда дети меня покинут. К сожалению, я в своей жизни ничего более важного, чем они и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Во всяком случае, на дорожке в Каннах я такого счастья не испытываю». «Большего счастья, чем моя жена и мои дети, я не знаю». «Данила я усыновил 13 лет тому назад, а Степу 12. Это очень личная история. Дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми. А я ее так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. Мы поняли, что можем это сделать. И Степа, и Даня – родные для нас дети». Актер признался, что о биологических родителях сыновей почти ничего не знает. «Очень мало, только то, что написано в карте». Ему очень грустно и досадно, что из-за закона Димы Яковлева, принято в 2012 году, который запрещает иностранцам усыновлять детей, он не сможет взять еще одного ребенка из детдома. «Моя жена, гражданка Канады», – объяснил Серебряков. О том, что его побудило переехать в Канаду, актер рассказывал еще в 2012 году. Стоит отметить, что тогда его мнение о России совпадало с озвученным недавно. Вот только резонанс вызвало гораздо меньше. «Я перевез свою семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что не обязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны – это доброжелательность и терпимость, то, чего так недостает в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и не изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил», – говорит он. «Я недавно об этом думал, но последней каплей стали летние пожары 2010 года, когда Центральную Россию окутал чудовищный смог. И дело даже не в смоге, а в том, что власти не объявили о необходимости эвакуировать хотя бы детей, поскольку взвеси, наполняющие смог, необратимо откладываются в легких. Вот это абсолютно наплевательское отношение власти имущих переполнило мою чашу терпения». А что вы думаете о словах Алексея Серебрякова? Можно ли сказать, что он любит свою родину? Только любит не так, как многие по телевизору только на показ, а по-настоящему болеет за Россию? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!